Здравствуйте! Это «Хлебный край» – программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здоровая корова живет дольше, а, следовательно, дает больше молока в течение всей своей жизни. Как же сохранить здоровье наших буренок, чтобы вести экономически эффективное молочное производство? Поговорим об этом с экспертом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в студии заместитель директора по животноводству Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологии Александр Косарев. Александр Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Александр Павлович, вот животные, это как живой организм любой, они еще и болеют. В плане лечения, что вами предлагается? Ведь, например, по поводу антибиотиков, сегодня вообще очень категорические высказывания звучат об их применении. Вы абсолютно правильно сказали, что это живой организм. Живой организм гораздо сложнее любой техники, я считаю, даже любого компьютера и так далее. Потому что настолько сложные биохимические процессы происходят в организме, и они должны быть все сбалансированы. Одно от другого очень сильно зависит. И первая проблема при высокой продуктивности начинается с воспроизводством. Поэтому приоритетным направлением нашей лаборатории ветеринарии, которая этим занимается, как раз является выявлением причинно-следственных связей, заболеваний, распространения заболеваний, репродуктивных органов, с тем, чтобы получать телят, ну, естественно, соответственно, и молоко. Ну, вот с этой целью у нас в комплекс диагностических исследований введено УЗИ-исследование, УЗИ-сканером, тепловизирование. Ну, вообще, лаборатория оснащена достаточно сильной лабораторной базой, достаточно современные лабораторные оборудования они имеют. Ну, вот, например, нашими исследованиями установлено, что более 40% коров в наших стадах подвержены или болеют и имеют, как, значит, скрытые, ну, гинекологические заболевания, метриты, гипофункции яичников, ну, и так далее. Вот поэтому наши разработки, наши методы, наше диагностирование, значит, помогает в хозяйству излечивать таких проблемных коров. Если взять от числа проблемных коров, то излечение составляет в пределах 80-90%. А насколько внедрены вот эти ваши методики сегодня в товарные хозяйства? Ну, они внедряются. Значит, если сказать, что вот, например, одно хозяйство, с которым мы работаем уже, ну, не одно их, несколько хозяйств, с которыми постоянно мы работаем, в течение шести лет этого котлеровка, для примера я просто приведу. Там излечивание и последующее их плодовольное осеменение и производственное использование достигает от этих проблемных коров 98%. Вот поэтому понимаете как. То, что вот наша лаборатория ветеринарии еще чем занимается с ветеринарной стороны. Значит, ну, те новые препараты, которые сегодня поступают, в том числе и не просто импортные, а новые, которые даже не опробированы. Мы вот эту работу тоже ведем. Ну, и кроме того, значит, есть разработки своих собственных препаратов. Ну, вот я хотел бы немножко остановиться на двух последних. Это вот у нас Экомаст для лечения маститов у коров. Это препарат уже готов к применению. У нами получен патент на него. Второй препарат – это для лечения эндометритов. Это представляет собой свечи. Очень высокий терапевтический эффект уже показывает. Ну, приведены клинические испытания, предклинические испытания на лабораторных наших животных, на мышах. Сейчас проводятся испытания на коровах. И в этом году мы должны провести производственные испытания. И в этом году подадим заявку тоже на получение патента. Ну, и, Александр Павлович, по поводу новых разработок. Да. Ну, и что касается новых разработок. В плане селекции продолжаются те темы, о которых я уже говорил. Вот по приопскому типу чернопес, роскота и посвенталов, потому что эта работа очень долгосрочная. быстро она не делается, потому что, ну, полная смена или оборота стада, замена стада происходит в течение семи лет. Эта работа ведется, я думаю, что года через три мы опробируем новый тип. Что касается кормления, значит, ну, сейчас для нас, может быть, не для всех, в мире давно это уже используется, но для нас, для хозяйств Алтайского края, есть новый корм для нас. Это влажное дробленое зерно кукурузы. Уже несколько хозяйств, передовых, я бы сказал, хозяйств это используют, этот корм заготавливают. Есть, конечно, определенные сложности. Семена импортные, потому что они высоко распелые. А ценность этого заключается в том, что в зерне кукурузы содержится стабильный крахмал. Ну, если просто так сказать, ну, вот до уровня, скажем, четырех тысяч килограмм на корову, можно доить вот на тех кормах, на сочных и грубых кормах, и с небольшим количеством концентратов. Дальнейшее увеличение идет за счет увеличения дачи как раз концентрированных кормов. Концентрированные корма высокобелковые. И чтобы они переварились и усвоились организмом, значит, там получается высокое закисление, то есть пищеварение нарушается, начинаются ацидозы и так далее. Вот при введении как раз зерна кукурузы, получается, что вот этот стабильный крахмал, он не закисляет, потому что расщепление происходит уже в кишечнике. Причем расщепление идет в кишечнике до глюкозы. Ну, если так вот просто сказать, в зерне кукурузы или зерно кукурузы дает организму животному в три раза больше глюкозы, чем зерно пшеницы. А глюкоза, это понятно, это вся продукция и молоко, в первую очередь. Ну, что касается, значит, в плане ветеринарной работы, мы продолжили работу по борьбе и профилактике с маститом коров, потому что у высокопродуктивных коров это, ну, очень актуально. Разрабатываем тканевые препараты. Это сложная будет композиция такая, но надеемся, что у нас тут все получится. Причем из железы будут участвовать ткани. Надеемся, что это получится и будет. Ну, рассчитываем по расчетам, это процентов терапевтическая эффективность повысится процентов на 20. То есть вы сейчас буквально самые секретные из своей разработки нам рассказываете. Ну, да, они, в принципе, пока еще только на бумаге. Ну, надеемся, что мы это сделаем. Ну, еще вот один момент, если позволите, добавлю. У нас ведется хоздоговорная работа с хозяйствами. Вот, скажем, за... Ну, ежегодно считаем где-то в пределах 20 тысяч образцов исследуем. Ну, в основном корма, ну, и в пределах 4 тысяч сыворотки крови, значит, около сотни мяса. Ну, и остальные продукты, не продукты, а может даже и... Ну, короче говоря, и моча, и кал, все это, все исследуется для работы. Ну, и с хозяйствами работаем на условиях хоздоговора вот с такими предприятиями, с тремя, как они принадлежат у Мельни Крупцовского района, вот в течение шести лет. А этот год уже вот шесть заканчивается. Ну, еще ряд хозяйств. Я просто хотел бы сказать, что те хозяйства, если работают, ну, в течение длительного времени, значит, ну, это показывает, что эффект нашей работе есть эффективности. Поэтому можно было бы и желающих пригласить к сотрудничеству. У нас просто сотрудников не очень большое количество, и, ну, охват такой масштабный мы не можем сделать. Ну, в пределах десятка хозяйств, я думаю, что мы могли бы охватить. Ну, тогда вам удачи на вашем пути. Спасибо вам. И благодарю вас, что вы были у нас сегодня в студии. Всего доброго. Спасибо вам. Официальный сайт Управления Алтайского края по пищевой перерабатывающей промышленности сообщает о росте объемов производства в молокоперерабатывающей отрасли региона. Так, с начала года выработка сливочного масла и сыворотки возросла на 21%, сыров, сырных продуктов и творога на 14,5%. Основа этих продуктов – молоко, которое производят товарные хозяйства края. Последние годы в них идет стабильный рост продуктивности. Разумеется, за всеми показателями стоят простые труженики. Именно о них в нашем следующем сюжете. Производство молока в Алтайском крае на душу населения в год составляет 600 килограммов. Данный показатель превышает нормы, установленные Минздравом России, почти в два раза. Если этот объем пересчитать стаканами, то на каждого жителя региона их придется по 2,5 тысячи. То есть теоретически человек должен был бы выпивать в день по 7 стаканов этого ценного продукта. Разумеется, на самом деле излишки молока идут на выпуск продукции с длительным сроком хранения, которая вывозится за пределы региона. Товарный знак «Алтайские продукты плюс 100 к здоровью» является гарантом вкусной и полезной пищи. Неудивительно, что наши продукты пользуются повышенным спросом не только в России. Особенно важно употребление молока в детском возрасте. Его изобилие в Алтайском крае позволяет обеспечивать правильное питание детей, начиная с дошкольных учреждений. Исторически сложилось, что территория Алтайского края – одна из крупнейших в стране, где интенсивно развивается животноводство и, в первую очередь, молочное скотоводство. Сегодня наш регион занимает прочные передовые позиции по поголовью скота и объемам производства молока. В последние годы средняя годовая продуктивность коров в хозяйствах уверенно двигалась к пятитысячной отметке. Еще десятилетия назад такая цифра казалась недосягаемой. Однако, благодаря применению в отрасли комплекса факторов, она стала реальностью. Животное, когда корм приготовлен правильно, в высокой степени измельченности, тогда животное в состоянии переработать большее количество корма. Если большее количество корма, то, соответственно, дать большее количество продукции молока. И за счет того, что люди стали более профессионально и ответственно работать, вот эти три компонента, они создают возможность получать большее количество продукции. В первую очередь, животноводы основательно пересмотрели структуру производственного процесса и начали активно взаимодействовать с наукой. Сегодня сельхозпредприятия приглашают к себе квалифицированных специалистов, ведут формирование стада с высоким генетическим потенциалом, делают ставку на сбалансированные рационы. Трендом последних лет является использование зерна кукурузы как одной из составляющих концентратной части питания животных. Хозяйство применяют его в виде плющеного зерна или пасты. Такой корм является высокоэнергетическим. Он существенно наращивает продуктивность. В этом году мы заготовили 600 тонн кукурузной пасты на пробу, так скажем. Эксперимент удался. Плюс 3 литра к прошлому году на корову. Агрономы утвердили пассивные площади и уже запланировали на следующий год 1200 тонн кукурузной пасты для того, чтобы кормить не только коров, но еще и молодняк. Аграрии сделали значительный шаг в строительстве новых животноводческих помещений, а также реконструкции и модернизации уже существующих. Только в прошлом году работы были проведены на 139 объектах. Они рассчитаны на содержание почти 27 тысяч голов молочного скота. В развитии отрасли важное место занимает государственная поддержка. В нашем регионе все предпринимаемые меры ориентированы как раз на развитие животноводства. Особая роль в этой комплексной программе принадлежит адресной поддержке тружеников молочных ферм. Первоначально инициатива губернатора, отчествований за добросовестный труд в молочном скотоводстве, касалась операторов машинного доения. И 10 лет назад был учрежден клуб доярок-пятитысячниц. Однако впоследствии в такой список были включены и все остальные группы, занятые на ферме. В 2013 году это профессиональное сообщество получило название «Клуб лучших животноводов Алтайского края». Встреча этих специалистов в краевой столице в начале весны в Театре драмы стала доброй традицией. И она до сих пор уникальна в масштабах страны. Хватит туфли уже есть. Тут куда-то одеться можно, кроме работы. Чтобы сегодня попасть в этот престижный клуб, нужно надоить за год от каждой буренки. Почти 7 тысяч килограммов молока. По итогам каждого года победители награждают премиями, ценными подарками и путевками в Алтайские санатории. Финансирование за такое поощрение животноводов выделяют из регионального бюджета. Намного легче спине становится, особенно после массажа. Магнитные процедуры хорошо помогают. Да, это приятно получается, что есть внимание к древу. Тот, кто награжден, кому дают путевки, мне кажется, счастливый человек, вот так, как я по себе думаю. Это же очень приятно. Вот приехала я здесь 14 дней, отдыхаю. Обслуживание очень хорошее, врачи хорошие, лечение хорошее. Это очень хороший стимул для того, чтобы работать еще лучше. Растущие с года в год показатели по надоям подтверждают эффективность инвестиций в отрасль. Если в 2008 году максимальный результат среди мастеров машинного доения был 7100 килограммов на корову, то сейчас уже никого не удивишь и 8 тысячным удоем. В истории клуба есть труженицы, которые стабильно добиваются показателей свыше 9-10 тысяч килограммов молока. По итогам прошлого года вновь зафиксирован очередной рекорд – более 11 тысяч килограммов. Его установили две доярки в хозяйстве Алтай-Заринского района. И в этом же сельхозпредприятии трудятся еще 7-10 тысячниц. Как говорится, столько молока дали коровы. Я в шоке была. Смотрю баки. Мама дорогая, полный бак, 30 литров. Я сомневалась. Я-то пенсионер сам. Анталия Михайловна говорит, Марина, возьмите его. Я взяла. Я не жалею, что я. И сейчас уходить я не хочу лично. С 2016 года в крае учреждена специальная губернаторская премия в области животноводства за верность профессии имени героев социалистического труда Евдокии Бабич и Анны Дробот. Женщины совершили подвиг, перегнав скот в военные годы с Украины на Алтай. На каждом слете пятеро самых достойных тружеников в отрасли получают эту премию. Дай бог здоровья, кто придумал эту программу. Конечно, Александр Богданович, спасибо вам большое за то, что вы не забываете животноводов. Лучшего вообще придумать невозможно. Получать людям такую сумму и, конечно, память о тех женщинах, которые в годы войны через всю Россию провели скот племенной. Это Анна Дробот и Евдокия Бабич. Конечно, им вечная слава и память о них. Именно такие люди были и остаются примером для последующих поколений тружеников ферм. Добросовестность, ответственное отношение к труду, преданность выбранному делу. Эти качества и сегодня объединяют животноводов Алтайского края. Благодаря их стараниям все мы получаем такой необходимый в жизни человека продукт. Будьте здоровы! Погодные условия заставили многие хозяйства в оперативном порядке пересмотреть структурный состав яровых. В этом сезоне посевные площади должны прирасти к культурами позднего сева. О том, какие еще важные события произошли в сельской жизни региона в эти дни, расскажет журналист краевой газеты «Алтайская правда» Кристина Ливер. Здравствуйте! Даже при относительно низкой стоимости зерна средняя рентабельность в сельском хозяйстве сегодня составляет 20%. Такую цифру приводит наш автор Евгений Шумилов в материале о работе аграрного сектора в Мамонтовском районе. Здесь агрономы меняют структуру сева, отдавая предпочтение фуражным культурам и однолетним травам, так как многолетние не принесут планируемые сборы. Между тем, правительство Атайского края приняло ряд решений, которые стимулируют трафик зерна и продукции зерной переработки. Это должно привести к росту закупочных цен. К тому же у многих сельхозтоваропроизводителей есть условия для хранения соответствующего оборудования, что позволяет не торопиться с продажей урожая. Чтобы сохранить свое место на рынке, нужно делать ставку на высокое качество продукции. В этом уверены мукомолы из Ребрихин. За громким названием «Ребрихинская продовольственная компания» на самом деле скрывается небольшая мельница, которая была построена на базе обанкротившегося завода железобетонных изделий. Сейчас здесь довели производительность по зерну до 35 тонн в сутки и получают из него 25 тонн муки. Ребрихинские мукомолы пытаются конкурировать с крупными мельницами, у которых за счет объема себестоимость ниже, и они могут предложить покупателям лучшие условия. Но в небольшом сельском предприятии уверены, что победить можно в качестве продукции. Ничего не подмешивая в муку, просто комплектовать в партии нужные сорта пшеницы с нужными показателями. На этом у меня все. До встречи! Первого июня отмечается Всемирный день молока. Впервые он прошел в 2001 году по инициативе сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН. Традиция все больше укрепляется в различных странах мира. Ее главная цель – повышение среди населения популярности молока как важного поставщика белка для организма. Именно о тех людях, которые заняты на Алтае в производстве этого ценного продукта питания в рубрике Сергея Маркова. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я продолжаю знакомить вас с достойными людьми, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и у кого в эти дни свой собственный праздник – день рождения. 26 мая с 50-летним юбилеем поздравляли Елену Новик. Она работает ветеринарным врачом в хозяйстве Агросибирь Смоленского района. Стаж в животноводстве у Елены Викторовны 26 лет. Она опытный специалист. Благодаря в том числе и ее работе, в хозяйстве добиваются высоких показателей в волочном скотоводстве. По надоям Агросибирь входит в число лучших хозяйств в крае. В этот же день, 26 мая, в поздравлении принимала еще одна Елена – Елена Гладкова, мастер машинного доения учебного хозяйства «Пригородная» в городе Барнаул. Елена Сергеевна входит в губернаторский клуб лучших животноводов Алтайского края. Так, по итогам прошлого года, она обеспечила надой 8152 килограмма молока на корову. Для именинников в программе выступления Алтайского коллектива. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная, Но однажды ранней осенью Вдруг случится невозможное Понад пущами рассветными, Над греницами холодными Малой птахой неприметною Полетишь туда, где ждет тебя И светлая И грустная И певучая И пылинная Родная твоя русская земля Там за зорями И за туманами В тишине Лесов и поле Сокровенное Безуменное Несказанное Перебристою Окунусь В росу В звяную Вересковую Вересковую Душистую И проснется нежность давняя Вспыхнет в сердце тихим пламенем Здравствуй, я скажу желанная Знаю, ты давно ждала меня Льняная Полотняная Оленя Журавлиная Родная моя Русская земля Там за зорями И за туманами В тишине Лесов и поле Сокровенное Несказанное Бьется Сердце Земли Моей Если что И есть В мире Вечное Небопластное Бегу дней Ты спроси меня И отвечу я Это Сердце Земли Моей Если что И есть В мире Вечное Небопластное Бегу дней Ты спроси меня И отвечу я Это Сердце Земли Моей Ты спроси меня И отвечу я Это Сердце Земли Моей На этом программа завершена Встретимся через неделю Наши разговоры будет вновь от тех Кто растит и производит продукты питания До свидания Моей 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 Продолжение следует...